Ну а пока же бойцы ВСУ продолжают вести обстрелы из жилых кварталов. Совершенно жуткие свидетельства беспредела, которому привела бесконтрольная раздача оружия в стране, приходят из украинских населенных пунктов. Люди вынуждены покидать свои дома. Число эвакуированных в Россию из Украины превысило 400 тысяч человек. Ужасающими воспоминаниями делятся жители Мариуполя. Мы не выпускали, нас стреляли с этих снайперов, нас вообще, нам даже кушать не давали детям подогреть воды. Еще, кстати, дни ничего, а вот позавчера, мы уже сутки просидели голодные, по воду ходили тоже снайперы, а стреляли на крышу. А в тот раз вообще, мы сутки вообще голодные просидели. Она ни с подъезда не выпускали, ни в подъезда. Мародерство, извечный спутник, горячих точек, последствия трагические. Одна из жительниц рассказала, как ее дом оккупировали в ВСУ. Украинские силовики начали выгонять жителей из здания. После дом и вовсе сожгли. Был дом, сейчас его нет. Пришли наши освободители, национальная гвардия, зашли в дом, выломали двери, сделали из квартиры зоты и начали стрелять, вызывать огонь на себя. Сначала мародерством занялись, а потом все сказали, уходите отсюда, чтобы вас здесь не было, с одного дома и со второго. И вот мой дом спалили. А потом через несколько дней родственники звонят в Харьковской области и говорят, что украинская пресса, ну СМИ передало, показывает наш дом и как его спалила Российская Федерация. Так это неправда. Это стреляла национальная полиция. Боевики Азова всячески мешают открытию гуманитарных коридоров и регулярно обстреливают мирных жителей при попытке покинуть город. В заложниках у азовцев десятки тысяч мариупольцев. Некоторым удается вырваться только чудом. Я была за рулем, мне в порог и мужу в порог. Хотели видать ужина по ногам. А заднюю дверь обстреляли полностью. И вот результат. Дочь моя покасательная, мамы две насквозь ноги.